Всем привет! С вами Юля. Сегодня 5 февраля, суббота. И эту рукодельную неделю я хочу начать с старта моего наборчика Dimensions Gold Collection Ангельская мелодия. Эта серия у нас рождественская. Вот видите, с таким вот веночком рождественским. И номер набора 8708. Размер работы будет у нас 28 на 38 сантиметров. Вышивается на аиде 18 каунта цвет айвори. Вот сегодня субботний день. У меня практически все дела закончены. И я хочу уделить сегодняшний и завтрашний день полностью вот этому дизайну. У меня подготовка практически уже все сделано. Осталось только основу натянуть на раму. У меня есть рама, сейчас я этим займусь. И сделать парковушку для игл. И вышивать буду я на своем топексе. Тиски топекста. Вот, поэтому я сейчас отправляюсь. И покажу вам, как у меня начинается мой новый процесс. Итак, подготовка процесса завершена. Основу я натянула на раму. Рама здесь это у меня на 50 сантиметров. Боковую натяжку я также сделала. Основу обработала лаком для ногтей. Я это показывала. Ну и вот я читала себе от середины край работы снизу. И справа угол. Буду начинать с правого нижнего угла. Буду вот так потихонечку вышивать. Схемку тоже подготовила. Оригинально. Я не буду ничего зачеркивать. Очень простая схема. И у меня вот такой красивый магнитик здесь. Журавлик. Классный. Ниточки у меня вот просто в коробочке. На планшетках. Я вот так проверяю, какой мне номер нужен. Ищу. Беру ниточку. И вот так они у меня здесь обычно хранятся. Ну это вот такой стандартной организацией моих процессов. Вот так нитки, планшетки и вот здесь вот ниточки так в коробочке. Вот. Также делала я парковушку. У меня тут такие мои записи. Ну как смогла. Бленды и то, что значки просто я выписала. Вот парковушка готова. Вот этот материал. Бессмертный. Можно им пользоваться. Очень классная штука. Можно вот даже сюда вот так раз и поставить. Он здесь будет хорошо стоять вместе со схемкой. Держаться. Вот. И парковать иглы. Ну кому как удобно. Вот. В данном случае вот так даже можно. Вот. И мои иглы. Так. Коробочки магнитные. Тут у меня и 24-е и 26-е. Я в основном вышиваю 26-ми. Я люблю иглы от Гамма. Мне нравится, чтобы был поострее кончик. Чтобы было золотое ушко. И вот этот кончик, чтобы поострее. Я очень люблю вот эти иголочки. И стараюсь как бы ими больше пользоваться. Если попадаются какие-то другие, то я стараюсь от них избавляться. Вот. Дальше что у меня здесь еще. Нитковдеватель. Вот такое вот приспособление. Самый обычный нитковдеватель, который вкладывают бесплатно в какие-то такие наборы. Он, этот нитковдеватель, хорошо заходит в 26-й номер. Здесь очень тоненькая эта лесочка. И чтобы он мне не терялся, как-то поудобнее. Я вот маленьким таким вот зажимчиком. Его можно даже сделать вот так. Тоже не мешает посильнее. И сюда вообще-то нужно капнуть капельку клея. И будет тогда тоже бессмертный нитковдеватель. Он легкий, удобный. Тоже у меня в коробочке там хранится. Такая вот простая удобная штучка. Ну и ножнички мои любимые. Это от ДМС. ДМС, как хотите, называйте. Мои цапельки, они все-таки подзатупились. И я их убрала в сторону. А вот эти я покупала, когда покупала. Еще до карантина, представляете? Ну, классные ножницы, шикарные. Остренькие. Очень удобные. Я ими очень довольна. Я уже показываю, нахваливала. Ну и вот уже прошло сколько лет. Опять же, могу повториться, что я рекомендую. Вот именно такие от ДМС. ДМС, как хотите, называйте. Все по-разному называют. Вот. Вот такие вот ножнички. Тоже их очень люблю. Прям вот они неразлучные сейчас со мной во всех процессах. Пока сняла все маячки, еще не придумала. Может быть, что-то надо и приодеть какой-то маячок. Кстати, маячков у меня тоже много. У меня вот здесь вот так коробочка. Сейчас мы... Так. У меня здесь вот такая коробочка. Тоже есть. Со всякими вспомогательными штучками. То, что я не каждый раз пользуюсь. Там какие-то иглы, маячки. И вот здесь у меня всякие мои красоты. Так. Чтобы нам подошло сюда, к ангелочку. К этому. Это новогодний у нас. Новогодний. Новогодний. Вот тут у меня вот такой с феечкой. С феечкой. Ну, это просто брелочек морской. С кисточкой. Подвеска. Там куда-то. Так. Ищем, ищем. Пойдем что-нибудь. Вот такая у меня есть еще кувшин. У меня очень нравится такой арабский кувшин. Морской. Так. Что еще у меня тут есть? Еще один морской с пальмой. Тоже очень классный. Я его люблю. Он у меня долго был на моих ножничках. Так. Что еще есть? Чего-то не хватает. Где-то у меня еще один маячок ушел. Вот такой вот есть у меня цветочный. Тоже его люблю. Натуральные камушки. Где еще маячки? А. С ножницами есть. Так. Сейчас у меня там магниты. Они магнитятся. Это же крепкие. Есть у меня вот такие ножнички. Тоже от ДМС. Такие винтажные. Дорогие. Видите? Такие классные ножницы. Но мне не очень нравится, как они режут. Представляете? И у них вот такой вот маячок к ним подошел. С золотыми и черными бусинками. Классные. Классные ножнички. Красивые очень. Особенно на камерах хорошо смотрятся. Но по качеству, вот как режут, мне эти больше нравятся. Ну не знаю. Как-то я не впечатлилась своими маячками к этой работе. Не могу ничего подобрать. Не знаю. Даже не знаю. Пусть пока без маячка будет. Потом посмотрю по настроению. Но вот есть у меня тоже такое богачество. Пользуюсь ими. Они в работе некоторые уже много лет. С ними ничего не произошло. Видите? Вот такие вот красивые маячки всякие. Красиво блестят. Даже не знаю, что. Может вот эту девчонку более-менее как бы такая тема. Ну попробуем. Наверное вот этот настроение. Посмотрим. Будем, как говорится, посмотреть. Все вам показала. Все вам рассказала. Начинаю вышивать. Ну и завтра, в воскресенье, сделаю включение. Посмотрим, сколько я вышью за сегодняшний вечер. У меня сейчас почти 6 часов. Но мне еще нужно сделать несколько дел. Ну пусть я сяду часов 7. Да, я уже так сама себе даю еще время. Вот думала, сяду пораньше. Начала всю подготовку в 3 часа. Ну вот домашние дела, то одно, то другое. И уже время близится к вечеру. А я еще не крестика. Но зато видео вам сняла. И сейчас буду монтировать, вышивать. И надеюсь, завтра вас порадую новым своим видео. На этом у меня все. Увидимся в новом отключении. Помощничек мой пропылесосил. Теперь полы натирает. Молодец. Какая-то хорошая вещь, девочки. Вот этот пылесос, робот-автомат. Если бы не он, я бы нашего Боря, наверное, уже побрела просто бритвой. Потому что, понимаете, собака, шерсть. И постоянно убирать каждый день тяжело. А вот так вот включаешь. И он сам себе по всем уголочкам пылесосит. Потом полы намывает. Все натирает. Поставила чашки, чтобы он в другую комнату не ходил. Потому что у него сейчас программа мыть полы. Вот такой вот хороший у меня помощник. И он очень тщательно. Все уголочки, везде, куда может залезть, все протирает. Везде ходит. Молодец. Я прям... Самая лучшая моя покупка прошлого года, честно вам скажу. И у кого особенно есть животные, я вам рекомендую. Да и вообще просто у кого пространство не очень заставлено. Да, если у вас много мебели, разных предметов, заставлено, конечно, все это тяжело поднимать, собирать. Вот. Но в любом случае помощь. То есть смотрите сами. Меня он просто спас. Молодец. Пылесосик. Давай, давай. Работай. Вот он, видите, натирает, натирает полы. Молодец. Это у него база стоит, куда он возвращается сам на заправку. Давай, давай. Работай, работай. В общем, вот такая у меня штука, помощник. И я очень-очень полюбила этот пылесос. Итак, сегодня среда, 9 число. Делаю включение. Показываю вам, на каком этапе находится моя вышивка. Как-то у меня дни получились совсем непродуктивными. Я думала, что я справлюсь быстрее с этим участком. Но различные дела. И вот никак у меня не получается повышевать. Если вот так хорошо повышевать, что-то там по 100 крестиков я каких-то, по 200 крестиков вышиваю. Но вот на выходных было хорошее продвижение. И на том, в общем-то, и все. Ну, надеюсь, хоть сегодня я мне нужно вот дошить, заполнить этот фон. Я уже контур полностью вышила. И вышиваю одним цветом красным, заполняю фон. Дальше нужно будет вышить бэкстич. Надеюсь, я смогу сегодня это выполнить. Ну, зашить красным. Про бэкстич я уже не говорю. И я вам вначале говорила, что я хочу вышивать эту работу только на выходных. Но я немножко увлеклась. И, знаете, ну, хочу я эту неделю посвятить этому процессу. Вот, а потом вернусь уже к моему ангелу. К тому же, как бы оставить просто какой-то такой маленький кусочек начатый, ну, несерьезно. Нужно вышить хотя бы вот это основание. Ну, вот что-то, может быть, еще вверху начать, какие-то границы. В общем, что я за неделю успею вышить, то и буду я, то и все и мое. Потом отложу эту работу и буду опять вышивать моего ангела мира от Lavender & Lace. Что хочу сказать по данному участку. Все вышивается очень просто, приятно, с настроением. Вот этот бленд желтой нитки с золотом тоже очень хорошо вышивается. Но, к сожалению, желтая ниточка периодически перетирается. И у меня там вот к концу уже нитки, такие хвостики приходится выбрасывать. Как бы не очень экономно. Все остальное окей. Мне все, в общем-то, нравится. Комфортно, удобно. Ну, Dimensions. Тем более, это очень-очень простой дизайн. Вот, такие у меня новости. И хочу показать вам еще покупки и еще новости. И еще новости. У нас в Греции объявлена подготовка к новой выставке. Я немножко опоздала с этой новостью, узнала попозже. Но, тем не менее, я думаю, что я еще успею. Итак, все по порядку. Перед вами сейчас вот такая брошюрка с нитками ДМС. У нас будет фестиваль. Вот написано, видите, 2022. Фестиваль. Эту выставку данную организовывает Электрия Музаки. Она хозяйка крупнейшего завода в Греции по переработке хлопка в производственной нити, ну и различные другие нитки по переработке хлопка. Также сотрудничает с ДМС, поставляет им сырье. Является представителем этого завода на территории Греции. Вот. Ну и завод этот старинный. Вышивка, в общем-то, всегда присутствовала. Как в производстве, да. Там и схемы, и какие-то дизайны. И вот Электрия была у нас два года назад выставка. Я там принимала участие и заняла третье почетное место. Да. Небольшой презент. Вот. И в этом году будет организована такая выставка. По-моему, она международная. Вот. Я оставлю все координаты. Вы можете уточнить, если вам интересно. Тема данной выставки – это тема Малой Азии. С этой темой у Греции, у греков связана очень сложная, болезненная история. Это когда в 1922 году греков выгоняли из Турции. Был военный конфликт. Был конфликт на почве веры, да, православия и мусульмане. И вот когда их изгоняли, отдали приказ каким-то командам. И очень много людей было убито. В общем, это страшный, конечно, был период. На то время в Турции, это Константинополь, Измирни там проживала, ну, по всей Турции, в этих районах проживало около двух миллионов людей. Их всех выгоняли. Кто как мог бежал. Многие погибли. Ну, и сами понимаете, бросали дома, имущество. Вот бежали практически как могли. Ну, и эти люди были, в общем-то, как бы носителями старых культурных ценностей. Еще в Византии, да, очень много у них было вышивки, очень много интересных рукодельных. Они делали вещей прикладных. Весь дом украшали вот вещами, вышивкой. В общем, они принесли по существу в Грецию свою культуру, да. Вот, ну, и этот момент в Греции всегда помнят. И по этому поводу, по поводу столетия этой темы, Элифтерия Музаки решила устроить данный фестиваль, эту вышивку. Вот, значит, в вышивке будут, тема участвовать, то, что вот эти все орнаменты, которые идут из Малой Азии, ну, по существу византийские и также из Малой Азии. Вот, такую брошюрку вы можете получить бесплатно в любом магазине у нас в Греции практически. Но это для девочек, кто в Греции, для них будет информация, наверное, нужна. Ну, вы просто послушайте, посмотрите, так, для разнообразия. Сама брошюрка внутри, как схемы, мне не очень впечатлили. Ну, Элифтерия сказала, что скоро она займется и будут делать, разрабатывать более качественные схемы по разным таким тематикам брошюрки. Ну, пока тут вот, как бы, тут даже показывать особо нечего. Очень простые такие сюжеты, какие-то вот такие цветочки. Ну, вот самый главный, центровой, это вот такой сюжет, восстановленный из каких-то вышивок, да. Вот, это тоже из магазина у Элифтерии. Здесь написано у нас, значит, призы, как будет проходить выставка. Дата, когда будет выставка, пока не назначена, но обычно это в сентябре. Раньше, я думаю, не будет, летом никто не делает выставки. Ну, вы понимаете, у нас же все-таки еще в связи с этой ситуацией, с ковидом, еще неизвестно, как работают, как мы будем работать, да. Ну, какой-то день объявят на сайте и также в фейсбуке магазина. Я оставлю, опять же, повторюсь, все контакты в инфобоксе. Ну, и вот тут нам показано, что будут какие подарки. Значит, первые три приза, это у нас путешествие на остров Хиу, остров Метеллини, Иродос, пятизвездочные гостиницы и все расходы оплачены. Потом у нас также будут поздравительные подарки. Это 25 пакетов получат нитки ДМС, коробку с нитками ДМС, в которых есть золотая нитка 24 карата. Ну, я так думаю, что это такая же коробка, как я получала в прошлый раз. Подарочная коробка, и там одна ниточка с золотой, ниточкой Мулине, 24 карата. Вот. Ну, и тут, как бы, самое главное, что нитки, которые нужно использовать, это должны быть нитки ДМС. Вот. Ну, тут написано, что как будет проводиться выставка и так далее. Даже для тех, кто в Греции, либо за границей, можно просто прислать на адрес завода вашу вышивку, и вам потом ее отправят обратно. У электорей всегда очень организовано, все очень аккуратно. Ну, и по итогу выставки все работы сфотографируют и сделают такую вот книгу-журнал со всеми работами, с именами участниц. Вот. Ну, и, конечно же, так как мы дрожим с электорией, я не могла пройти мимо, конечно же, буду участвовать. Я немножко припоздала. Позже буду приступать к вышивке. Но, тем не менее, нужно, в общем, нужно... Наверстань будет упущенная, и нужно... Вот сейчас у меня самое главное – найти сюжет. У меня есть вот такой журнал. Я покупала его уже очень-очень давно. Кстати, очень хорошие журналы по прикладной вышивке. Когда его первый раз купила пару лет назад, как-то не очень оценила. Ну, прикладная меня тогда не очень привлекала. Вот теперь я уже его, когда полистала, мне, конечно, уже стало интересно, и я этот журнал оценила. Тут вот и крючком то, что я хочу научиться делать. Вот шторы. Кстати, вот такие шторы еще можно встретить в деревнях. Ручная работа, вышивка, тут крожево, как это все делается. Вот. Ну, вышивка проста, можно вышить что-то поинтереснее, но сам факт, да, вот деревенские такие шторы мне нравятся. Это вот как можно сделать салфетку из бисера и рубки бисером. Ну, такие вот интересные идеи для украшения дома. Это вот, пожалуйста, я не знаю, как эта техника называется, когда вот берешь в ткани, делаешь такие прорезы, делаешь рисунок. Тоже очень-очень интересно. Вот тут тоже в ткани делается такой орнамент, обшивается, оплетается. Все для дома. Ну, вот простой такой сюжет, дизайн, да, можно либо скатерть, можно дорожку, салфеткой делать, все что угодно. Вот это мне очень нравится. Кстати, даже схемку себе отложила, хотела вышить такую вот, как бы скатерочку, как бы дорожку. Вот, ну, вы понимаете. Вот он, эта схема. Я уже прям все-таки все отложила. Вы понимаете мою беду с моими процессами. Не знала, за что хвататься. Все так нравится. Олени вот тоже красивые. И прелесть в этих дизайнах можно выбирать самому любые ниточки, что вам нравится. Ну, это как лонгдог, да. Вот мы, вы, девочки берут дизайн и сами подбирают цвета. Ну, это шикарно. Мне так сейчас нравится, вот прикладная вышивка, вы себе не представляете, что делать, что делать. Тут журнал для всего. Тут костюмы разные, традиционные. Видите, вот костюм у девочки традиционный такой костюмчик. А тут у нас кто? Вот красная шапочка тут. Такое все классическое. Так, тут детские какие-то мотивчики. Ну, такое простое все по мотивам. У нас есть намного интереснее. Так, салфетки, кружево. Сейчас посмотрим, что еще тут есть. Зодиаки были интересные. Вообще, очень хороший журнал. Он одно время исчез, потом опять появился. Вот смотрите, какая красивая скатерть. Она шикарная. Вот салфетка. Вот научиться бы вот так делать такие салфетки. Мне нравится. Пусть даже кто-то говорит, фи, там старье, бабушки. Ну, мне очень нравится. Может, я уже бабушкой становлюсь. Я не знаю. Ну, вот посмотрите. Здесь у нас вышитая такая салфетка. И все это крючком облетается кружевом. Ну, это же шикарно. Ну, классно. Что можно лучше купить. Вот смотрите, что еще есть. Тоже расшивается. Потом либо покупается. Вот это покупное кружево. Это я точно знаю. Покупается. Оно просто пристрачивается. И уже получается дорожка получает законченный вид. Вот это девочки, сами девочки, женщины учатся и делают макраме. Есть, кстати, у Алексея. Я тоже оставлю все координаты. Кто в Греции живет, можете заказать и журнал по макраме. Вот как сделать салфетку и потом макраме вот так вот сплести. Ну, шикарно. Какие красивые дорожки. Я бы с удовольствием такие стелила. Вот может, нужно уже переходить и делать дорожки, украшать дом, потому что рулон, рулон, все растет. Ну, тут всякие разные рецепты. Кстати, тоже интересные бывают рецепты. У меня несколько журналов. Ну, я думаю, что нужно начать их покупать, потому что много всякой полезной информации у них встречается. Вот такая классическая тоже дорожка, скатерть, орнамент. Единственное, что мне у них не нравится, у них очень мелкие схемы. Очень мелкие схемы. Так, отвлеклась немножко, что я вам показывала. Да, то, что в этом журнале у них очень мелкая схема. Очень мелкая схема. Нужно увеличивать, нужно что-то делать. Ну, вот такие вот идеи. В принципе, несложные дизайны. Конечно, объемные. Вот это вот греческий флаг. Сделали интересно. Молодцы. Много интересных идей. Было бы настроение. Бери и делай. Вот, смотрите, это для священников, церковных служителей, для батюшек, как правильно сказать. Вот такие вот мотивы. По-моему, уже готовая продается и просто вышиваешь. Тут написанный дизайн, размер, артипуль. А, да, 53 евро он стоил. Не знаю, есть сейчас или нет. Вот. Такие вот интересные вещи. Ну, и здесь тоже уже можно заказать у них готовые заготовки. Скатерть, дорожка, салфетки. Вот мне вот этот дизайн очень нравится. Здесь с оливками. Вот он. Очень классный. Красиво, красиво, красиво. Сколько стоит? Значит, скатерть, размер 140 на 140, 44 евро. А дорожка 29. Но это без ниток, да? Ну, здесь материалы. Аиды какие есть. Что есть. Ну, все. Такой вот у меня журнавчик. Он старенький, но, видите, эти дизайны, они бессмертные. Поэтому, конечно, пусть лежит. Так, и, значит, у этого же производителя, производителя у этого, как сказать по-русски, в общем, издательский дом, Алексия, у них и журналы, и книги, и различные пособия, и для новичков, и уже для продвинутых. Вот я купила вот такую книгу. Называется, это «Византийская вышивка». Византийская вышивка крестом, точнее. Вот мне мне же нужно выбрать красивый дизайн на тему Малой Азии. И я решила взять что-то из Византии. Так как я очень мало знакома с этой тематикой, мне сложно определиться. Я решила взять что-то из классики и уже какой-то дизайн здесь выбрать. Я вам по листу и буду показывать то, что мне очень понравилось, мужем нам понравилось. Я с ним советуюсь, потому что работы все-таки большие, скатерти, дорожки, это все очень объемно, много, и, конечно же, нужно очень хорошо подумать. Красивая скатерть, здесь мелкий рисунок, ну, такая она богатая. Вот эта дорожка, она несложная, но очень яркая, и здесь такой орнамент, геометрия. Чем не лонг-дог, девочки, берете и вышиваете. Ну, классно же, скажите. Вот, это вот такая схема. Вот смотрите, схема у них, есть еще ничего, а вот это вот неудачно, есть неудачно. Вот смотрите, вот схема, здесь просто контур, значит, нужно вышить контур, а потом по картинке ты смотришь, либо цвет, либо сам заполняешь, ну, это же нужно заполнить цветом, вот, а здесь только контур, очень неудобно. Дальше, вот такой дизайн, вот этот меня не впечатлил, хотя он тоже симпатичный, хоть дорожку делай, хоть скатерть, хоть покрывало, хоть что. Вот, тоже смотрите, какая схема пустая, ну, куда. Вот этот дизайн, вот этот дизайн, мне очень понравился, здесь красивая цветовая гамма, очень спокойная, повторяющийся рисунок, но, тем не менее, дизайн воспринимается очень положительно, спокойно, работы здесь много, здесь у нас и по краю идет орнамент, и внутри вот эти деревья, много цветов, сложный дизайн, мне он очень понравился, но я вот думаю, что я его не потяну, это будет очень-очень большой объем, мужем не понравился, кстати, ну, понравился, но так, не впечатлил его этот дизайн, вот, это прям, вот этот дизайн, прям целый ковер, вышел на 10-й, а едешь, шерстяными нитками, и все, ковер, так, вот такие, вот еще дизайны, всякие, проказябринки, вот такой, классический, греческий, я бы сказала, он у меня не впечатлил, простенький, простенький, дальше, вот, красивая очень дорожка, и скатерть ее можно делать, если стол такой длинный, прямоугольный, но здесь работы много, видите, сколько зашивки, центр не зашивается, можно и зашить, но вообще не зашивается, по замыслу, а вот по краям, очень-очень много зашивки, ну, и схема, видите, какая, просто цветная, но хоть крупная здесь, всем мне их не очень нравится, вот уже какая-то схема, просто контур, пойди разберись, вот тоже схема, пойди разберись, еще много деталей, такая мелкая, сложно, конечно, вот так вышивать, дальше, вот эта скатерочка симпатичная, тоже и дорожку можно делать, и все, что угодно, берешь элемент, вот он уголочек, больше не надо, вот она схемка, берешь этот уголочек, и просто повторяешь рисунок, и все, спокойная такая краска, краска, расцветка, очень симпатичная, так, схемки, вот одна из более-менее схем, но тоже, видите, мелко-мелко, но хотя бы можно увеличить, вот, тоже такие значочки, вот, вот этот симпатичный дизайн, тоже можно подобрать любого, любые цвета ваши, как вам нравятся, и тоже, либо скатерть, дорожка, что угодно, красиво, классно, 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 вот, вот, очень шикарная скатерть, я вообще не представляю, как человек мог придумать вот эту скатерть, здесь столько деталей, вот так, чтобы не отсвечивалось, столько деталей, все это мелко, ну, достаточно часто смена нитки, все это вручную, как-то отрисовывалось, красиво, но это точно я не возьму, потому что здесь, я не успею, если это к сентябрю, к октябрю, я не успею вышить столько, она огромная, как минимум, метр сорок на метр сорок будет, вот, такие у нас здесь дела, ну, тоже часть, очень даже, симпатичная вещь, симпатичная вещь, так, схемки, такой орнамент, кстати, вот эта дорожка мне очень понравилась, здесь такие, геометрические, интересные орнаменты, тоже можно использовать, любые, абсолютно, цвета, подбирать на свое усмотрение, и что-то вот такое яркое, необычное, прикольное, я бы в такую дорожку с удовольствием вышла, прямо вот она классная, может быть, когда-нибудь я и займусь, ее и вышью, очень интересная, мне прямо на коморбе сюда, она хорошо подошла, вот, но так как она простенькая, так, более-менее простенькая, то на выставку я, наверное, не буду ее исполнять, вот тут дизайн тоже симпатичный, можно вот эти розочки, такие простенькие, вышить, одним вот таким вот блоком, тоже будет дорожка, но я почему на дорожки больше смотрю, мне потому что скатерть стелить некуда, а дорожки я могу, у меня есть разные такие, тумбочки, куда можно, там, стульки, куда можно это все застелить, придумать, вот такая вот, ну, это тоже простенькая дорожка, ну, что-то цветочки, симпатично, что, что скажешь, вот такие мотивы, тоже симпатичные, вообще, все дизайны симпатичные, кому что нравится, кому что подходит домой, в интерьер, ну, тоже не сложно, но посмотрите, как хорошо смотрится, да, этот орнамент, очень нарядно, прям классно, вот, каждый выбирает, то, что ему подойдет, идей много, вот, виноградик еще, нам с мужем понравился, но виноградик, тоже простенький дизайн, тоже на выставку его не сделаешь, хотя, очень симпатичный виноградик, вот, несложный дизайн, просто такая вязь, как бы, как арабская, да, не знаю, вот, так, идем, идем, сейчас я вам покажу еще дизайн, который нам очень понравился, так, то вот такие вот дорожки, кстати, вот эти рисунки можно и гладью вышивать, и крестиком контур перевел на ткани, просто вышиваешь, и несложно, потому что неполная зашивка, так, а вот то, что нам понравилось с мужем, это вот эти птицы, вот так, нам надо показывать, вот они, птички, так, отсвечивает, отсвечивает, вот они, птички, необычное, что-то яркое, прикольное, и центр не зашивается, то есть, смысл, почему не зашиваться центр, это под какой-то, наверное, предмет, какую-нибудь вазу интересную, вот, ну, и все-таки здесь неполная зашивка дорожки, я думаю, что будет полегче, вышивать, да, вот этот дизайн, мне очень нравится, такая моя тема, кстати, пишите ваше мнение, мне тоже очень интересно, вот, первый дизайн, который мне понравился, деревья, второй, вот эти птички, вот эта схема птичек, видите, просто контур, сиди дальше, сам разбирайся, что делать, вот, вот этот дизайн, это прям в тему, вообще в тему, потому что здесь у нас, святая София, из Константинополя, и, вот так вот, цветочки, розочки, но это скатерть большая, конечно, можно тоже, как дорожку сделать, но, как-то немножко так, сложновато, не очень хорошая проработка, в смысле, как бы, мало цветов используется, но, тоже, тоже можно использовать, вышить вот так блок, доработать, и вот так, просто вышить блок, а почему бы и нет, святая София, так, вот, тоже еще скатерть, ну, это скатерть очень богатая, конечно, тут столько деталей, я вообще не представляю, как ее можно вышивать, не, ну, все можно вышить, ну, как это, вот, человек мог придумать, это же не было тогда программ, петермейкер, сейчас все есть, а другие все отрисовывали, вот эти все орнаменты, отсвечивает малость, пытаюсь поймать, так, уголочек, чтобы вы посмотрели, какие здесь завитушки всякие, ну, и вот эта дорожка, спокойная, но очень симпатичная, вот тоже схема, хоть крупная, понятная схемка, так, еще вот схемка, так, вот здесь, вот тоже такая, очень яркая, дорожка, в таком стиле, тоже, как, наверное, арабская вязь, цветы, такое вот что-то, прикольно, центр синь, вышивать много, ох, сложно, и вот это вот у нас, значит, у нас скатерть, это, я так понимаю, Александр Македонский, лавровый венок, и это солнце Виргины, это как бы символ Македонии, если я правильно поняла, ну, тоже можно взять какую-то часть, что-то придумать, да, потому что схемы-то простые, схематичные, можно переставить, так, сяк, что-то придумать, в общем, идей, идеи, много, но нужно выбирать еще, конечно же, по возможности, вот эта страничка мне очень нравится, вот этот и вот этот дизайн, они вообще не сложные, ну, как они эффектно смотрятся, скатерть какая шикарная, вот, ну, вот этот с синим, вообще просто классно, и вот то, что нам очень понравилось с мужем, это вот эта дорожка, я больше к ней склоняюсь, она, знаете, яркая, здесь много деталей, так, как-то будем показать, чтобы вы оценили, вот, здесь много деталей, не очень мелких, достаточно крупные орнаменты, будет более-менее вышиваться, центр, то, что черным, можно и не зашивать, можно оставить бежевым, ну, если будет время, можно и зашить, то есть, такой момент, который можно вообще оставить, не вышивать черное, вот, а вышить просто вот эти все цветы, но, вот эта дорожка, она должна быть, как минимум, метр пятьдесят, примерно, на сорок пять сантиметров, то есть, это такая очень большая, серьезная работа, вот, и я не знаю, успели я ее вышить или нет, но вот больше всего, я склоняюсь к этой работе, птички будут полегче, потому что там не полная зашивка, вот, но деревья, первый дизайн, еще сложнее, потому что, там и цветов много, и зашивки много, вот, сложная у меня сейчас, задача, занятие, выбрать, нужно дизайн, нужно уже приступать, нужно на этих выходных, в общем-то, сделать подготовку, то есть, мне нужно будет сделать схему, в ПМ обязательно, иначе, вот, по этим мелким вышивать, это будет сложно, нужен расчет по крестикам, чтобы я отслеживала, сколько мне нужно вышивать, вот, ну, очень нам понравилась, эта дорожка, она яркая, она яркая, она сочная, классная, такая необычная, цвета, классная, давайте еще раз, пройдемся, по дизайнам, которые нам понравились, так, вот, ой, ну, птицы тоже классно, вот так кладешь, не знаешь, что выбрать, что выбрать, какая красота, какие классные птички, интересные, ну, и вот это классно, вот это классно, голосуйте, деревья, наверное, я вот сейчас, я сейчас думала, вместе со мной, я их отброшу, не буду рассматривать, я их, может, вышлю когда-нибудь потом, потому что, я не успею, очень много цветов, такая зашивка, очень тоже плотная, хотя, очень нравится, получается, у меня на рассмотрение, два дизайна, вот, птицы, птички, вот такие вот, что у нас тут, цветочки, птички, и вот этот дизайн, они оба красивые, могла бы я вышить два, вот этот, и вот этот, в общем, пишите ваше мнение, я буду определяться, буду все это считать, рассчитывать, но больше склоняюсь вот к этому дизайну, потому что мы с мужем вдвоем все размышляли, и вот этот вот тот самый, нам больше как бы понравился, нужно нитки закупить, скорее всего, буду, не знаю, а надо в ДМС вышивать, поэтому на анкор не заменю, ну что делать, кстати, если оптом, оптом, если много покупаете ниток, в магазине, у Элифтерии, Музаки у нее, магазин, рядом с Икея, ну это информация для, тех, кто живет в Греции, доставка у нее бесплатная, по крайней мере, так у нее висела на, в фейсбуке, информация, и, если кто много покупает ниток, то есть хорошая скидка по ниткам, поэтому я всю информацию оставлю, вы, если что, кому в России через Google переводчик, пишите, спрашивайте, значит, там можно купить нитки, и оставлю также информацию, ссылку на их дом, издательский дом Алексия, вы можете там заказать, либо журналы, либо вот эти вот книги, там и по Византии есть, и много-много интересных книг по вышивке, ну вот я пока купила вот эту, еще одну хочу купить, как минимум, вообще-то две хочу купить, ой, ну когда куплю, потом покажу, вы видите, мне собрать нужно вот эти дизайны, здесь очень много нужно ниток, вы представляете, метр пятьдесят, метр, да, метр пятьдесят на сорок пять, если вышить, почти полная зашивка, ну это, это очень круто, это много ниток надо, поэтому мне нужно сделать схему, вот она схема, видите, она мелкая-мелкая, ну вот как, как товарищи, как вы могли сделать такую мелкую схему, хотя может быть ее просто сходить, увеличить, но значки сливаются, никак, ну вот тут вот как вышивать, все сливается, нужно раскрашивать, нужна схема обязательно в саге, поэтому нужно будет сидеть, делать перенабор на выходных, и комплектовать, посмотреть расход ниток, поэтому мне нужен еще перенабор, посмотреть расход ниток, создать размер, все, в общем процесс такой глобальный, да, вот говорила, не вышивая большие работы, а вот раз и тигров не начала, ну вот зато вот, вот тут, вот уже все, меня уже прижало, значит время пришло, вот, и нужно будет как-то распределять, какими-то частями вышивать, даже не знаю, вот честно, вот не знаю, сама кручусь, верчусь, этот журнал туда-сюда, и так и сяк, и я не знаю, что мне выбрать, как мне выйти из ситуации, потому что мне нужно вышить, а времени у меня мало, вот такая классная, вот это тоже дорожка, да, какие-то кракозябринки, вот эти вот геометрические, яркие, сочные, я бы даже цвета не меняла, вот как есть, так бы вышивала, очень мне они нравятся, вот эти вот, все эти штуки, класс, ну посмотрим, вдруг мне понравится, вдруг меня захватит, виноградный тут еще очень нравится, пролистала я уже виноград, вдруг мне понравится, мне так, как захватит меня, как я начну вышивать, такие красивые скатерти, дорожки, да, вот, в общем, такие у меня новости, пойду я вышивать моего ангела мелодии, потому что там тоже мне нужно поработать, мне нужно дошить ангела мира, ангела мелодии, вот этот процесс подготовить, еще куча начатушей, поэтому, работы много-много, ссылки все оставлю, для девочек, кто живет в Греции, и если кто-то захочет принять участие, с других стран, тоже списывайтесь в ВКонтакте, там отвечают, но пишите как-то через гугл-переводчик, английский, я не знаю, в общем, не знаю, что вам еще подсказать, посоветовать, вот, вся эта информация, пойду вышивать, и увидимся с вами в следующем включении, итак, сегодня 12 февраля, суббота, делаю заключительное включение, потому что нужно успеть смонтировать видео, и выложить его уже завтра, в воскресенье, чтобы вы смогли посмотреть, что у меня получилось на этой рукодельной неделе, вообще рукодельная неделя, получилась какая-то недорукодельная неделя, потому что вышивала мало, было много разных дел, плюс мысли мои были заняты подбором дизайна к выставке, поэтому процесс у меня шел очень-очень медленно, вот это вот все, что я вышила за неделю, больше я ничего не вышивала, ни за какие другие процессы не бралась, и вот мне кажется за неделю это маловато, к тому же здесь очень-очень легкий дизайн, ну вот что получилось, знаете, главное, фундамент я заложила, процесс стартанул, ну, бывают разные недели, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, вот, что по дизайну, дизайн легкий, приятный, мне очень нравится вышивать вот этим блендом, желтая нитка с золотом, вот этот желтый цвет, 12305, и золотые ниточки, металлик, и вот я когда разбирала пучки, 4 пучка было, в каждом пучке было по 26 вот таких ниточек золотых, вот первый пучок я уже дошиваю, у меня осталось тут чуть-чуть, вот, как, вот эта ниточка 12305, она рвется, она такая не очень хорошая ниточка, и мне приходится, когда я их складываю вместе, бленд разрезать пополам, бывает и на три части, перетирается, рвется, и у меня получается очень много брака, много отхода, вот это видите, тут много очень, такие вот куски бывают, даже золотой нитки, я не выбрасываю, пока это в мусорке, может какой-то вот такой как раз нитки, мне и не хватит какого-то кусочка, пока все собираю, что делать, что еще у меня здесь, ну, вышивается очень интересно, приятно, также я начала вышивать уже бэкстич, в этом орнаменте, чуть-чуть не довышивала, потому что эта нитка тоже рвется, тоже перетирается, вот она, 13072, красный такой классный цвет, ну, вот ниточкой, ниточку, в одну ниточку вышивается бэкстич, и тем не менее, у меня вот прям на старте, 3-4 раза она порвалась, ну, это как бы расстраивает, а представьте, купишь какой-нибудь дорогой набор за 200 долларов, а там гнилые нитки, потом их выбрасывай, подбирай нитки другие, и вот в чем прикол, да, вот с этими наборами старыми, гоняемся, гоняемся, потом сами не знаем, что в итоге получим, так, ну, и что у меня здесь еще повышевалось, повышевала я немножко ленточку зеленым цветом, так приятно было разбавить, вот красные цвета, вот эти вот желтые, зелененькие, в принципе, процесс очень легкий, очень приятный, я вот могу только его нахваливать, и, конечно же, буду продолжать вышивать, как-то в ротации, потому что у меня сейчас и ангел мира, должен довышиваться, и вот эта красавица, плюс еще новый процесс нужно организовывать, в общем, видите, рукодельная жизнь опять закипела, забурлила, вроде бы к одному процессу уже так пристроилась, но так вот складывается, что нужно вышивать все, ну, буду по неделям, наверное, вышивать, как-то так, по настроению, как будет настроение, так и будем вышивать, вот, хотел еще показать вам мою счетную иголочку, я, когда делала вот этого петушка, вот, ой, показываю, вот такого петушка я сделала, счетную иглу сама, в принципе, нет ничего сложного, просто клеишь, да и все, и решила просто из бусинок тоже сделать, вот такую маленькую иголочку, это бусинки от набора образа в каменях, спиридон, тремифутский, ну, я просто в дополнение к петушку решила вот такую иголочку, сделать ничего особенного, и, почему показываю, потому что начала ей пользоваться реально, здесь же у меня дизайн без разметки, и вот когда нужно, вышивать какой-то вот такой вот участок, где-то нужно остановиться, да, в принципе, несложный, но каждый раз считать там, где-то там на 50-е, крестики на 60-е, сбиваешься, я вот себе отсчитывала, закрепляла иглой, и уже когда вышивала, вышивала спокойно, не пересчитывала постоянно, вот, поэтому этой иголочкой пользуюсь, ну, вот такие у меня здесь эти новости по этому процессу, я бы пока отложу, потому что у меня сейчас подготовка к новому процессу, и я, наверное, буду вышивать что-то еще на следующей неделе, ну, а всех новых новостях, что будет на следующей неделе, вы узнаете в новом видео, небольшая интрига, и перейдем к процессу, к процессу, к теме подготовки к выставке, я покажу вам, какой я все-таки дизайн выбрала, и вообще на каком этапе у меня идет подготовка. Итак, византийская вышивка, подготовка к выставке, я всю неделю изучала эту книгу, внимательно считала дизайн и просчитывала, то, что мне нравится, подбирала именно тот дизайн, который я смогу вышить, да, потому что начать-то можно все, нужно же еще и завершить, поэтому у меня был очень, очень такой сложный процесс, именно вот выбора, и с мужем мы советовались, ну, муж у меня он такой, он мне, что не покажу, он да-да, нравится, класс, вышивай, да-да, вышивай, потом, а когда собаку будешь вышивать, я говорю, картинку нашел, чтобы схему сделать, пока не нашел, вот, найдешь, будем вышивать опять собаку, ну, в общем, сложно выбрать дизайн, много всего красивого, но работы объемные, вот, к примеру, мне нравится это дерево, это, скорее всего, дуб, посмотрела по листочкам, и вот здесь, вот это вот красненькое, что-то, это, скорее всего, желуди, ну, мне кажется, это дуб, очень красивая здесь цветовая гамма, но объем огромный, это на год, реально, это на год, здесь полная практически зашивка, я вот считала, считала, никак, вот никак у меня не получится вышить эту работу, а я же хочу вышивать еще и свои, я не могу просто все бросить и вышивать только вот на одну дорожку, потом думала виноград, виноград, как бы, ну, по силам мне будет виноград вышить, можно взять интересную цветную основу, фон не вышивать, ведь здесь фон зашитый, можно фон не вышивать, вышить красивый бордюрчик, винограденький, вроде бы, как, очень такой, классический, нейтральный дизайн, подойдет в любой интерьер, но, с другой стороны, я подумала, что в нем нет какой-то изюминки, что-то, нет чего-то особенного, чтобы, как бы, привлечь внимание, да, людей, ну, виноград и виноград, ну, также будет очень много дизайнов с, с гранатом, потому что тоже классическая тема, и я решила, надо что-то поискать интереснее, вот показывала вам вот этот дизайн, в принципе, он мне очень нравится, яркий, интересный, но тоже большой, я вот, как бы, и к нему вернулась, потом, думаю, так, что бы мне такое вышить, что бы, и не сильно огромное, но, то же время, в тему, думаю, вот, святая София, куда мои глаза глядят, можно вышить вот святую Софию, взять вот этот кусок, взяла вот этот полностью весь кусок, посчитала, это самая огромная работа, здесь, ну, год вышивать тоже, вот, реально, потом, думаю, нет, я обрежу, я сделаю как-то так, вроде бы, можно вышить, вот, обрезать, так, давайте, с этой стороны покажу, как это можно было бы сделать, я себе так придумала, легко, ну, что делать, вот, обрезать вот так, и вот так, и вышить только вот этот участок, можно вышить было бы, справиться с этой задачей, но, а куда я буду девать потом эту работу, в доме, как бы, это не моя тема, картину делать не буду, подушку, ну, как бы, ну, вот, просто потом никуда, можно потратить свое, в шесть месяцев своего труда, вышить, показать, а потом, поэтому, тоже отпало, и, вернулась все-таки к птичкам, мы с птичками, у нас, дружба вообще с птичками, красивый дизайн, здесь, есть место не зашитое, как бы, это упрощает немножко задачу, и стала я его считать, я его по крестикам, тут схема все считала, считала, много опять получается, думаю, что же делать, что делать, что делать, как мне сделать так, чтобы выйти из положения, и успеть вышить, вот, я, кстати, сейчас покажу, тут моя расчета, у меня здесь, значит, получается у нас, 300 крестиков, это без бордюра, вот так, с бордюром получается, плюс, еще, о, видите, по два с каждой стороны, до, правильно, начну еще прибавлять, но получается, 300 крестиков без бордюра, бордюр у нас, 200 крестиков, поэтому нужно его прибавлять, со всех сторон, бордюра тоже здесь много вышивать, и вот, ширина, ширина получается 300, высота получается 400, вот до этой точки, ну, здесь, понятно, много не зашито, но вот до этой точки 400, получается, дорожка получится, примерно, если это 18 каунт, 45 на 60 сантиметров, на 120 сантиметров, до 45 на 120, да, вот это вот, полностью вся дорожка, без бордюра, без бордюра, вот, и я, как бы, так считала, считала по крестикам, думаю, опасно, могу начать и не успеть, думаю, что же делать, думаю, не буду вышивать бордюр, оставлю без бордюра, потом посчитала, вот здесь тоже много зашивки, думаю, тоже не получается, в общем, я так долго считала, я перебирала все основы, мне еще нужно, чтобы она подобрать размер, правильно, чтобы мне она подошла к этому комоду, чтобы можно было потом использовать эту вышивку, застелить не просто так, а чтобы пользоваться потом своей рукоделкой, вот, и я считала, считала, и к чему я пришла, к какому выводу, я, значит, начну вышивать именно вот этот круг, без бордюра, без вот этой вот внутренней зашивки, только круг, даже так, вышивка будет смотреться очень интересно, и самое главное, мне успеть вышить вот эти два круга, да, а потом я смогу, даже если я, ну, к выставке, как бы, рассчитываю, вышить вот эти два круга, если потом я захочу, я смогу после выставки уже дошить какие-то элементы, дошить бордюр, может быть, сделать как-то по-другому, возможно, не вышивать этот бордюр, а сделать, как бы, гладьевыми, такими длинными стежками, обшить край, либо ленточку какую-то красивую пришить, буду уже думать по ходу дела, и можно от центра зашить бисером, к примеру, в общем, буду еще дальше думать, на сегодня я остановилась на этом дизайне, буду вышивать именно вот эти круги, и дальше уже буду смотреть по настроению, по цветовой гамме, дальше у меня была проблема, какую основу подобрать, я тут прям вот себе всю голову сломала, все считала, считала, и так, и сяк, и все вот основы, размеры, ну, получается, чтобы работа подошла, дорожка ко мне на комод, мне нужно брать 18-ю канву, у меня есть кусок, как раз полтора метра, 18-й канвы, но я подумала, может быть, я найду цветную красивую равномерочку, позвонила в наш магазин, от завода Пытолюда, кстати, девочки, кто в Греции, они завезли очень много тканей, много цветной аиды, шикарной, много равномерки, значит, какая равномерка у них, у них Лугана, у них кашель, у них кашель, или кашель, как правильно, Лугана, кашель, Луганы много, разноцветная, шикарная Лугана, потрясающая, я себе уже кусок заказала, мне понравился там один цвет, ну, хоть просто его возьму, и что у них там еще, льна много завезли, вот раньше, я помню, я к ним приходила, у них там только аида была, одного цвета, белая и бежевая, и все, а сейчас вот видно, как бы завезли, завезли, поэтому я ссылки оставлю, вы заходите в фейсбуке, они отвечают, у них нет и шопа, пока они к этому не доросли, но через фейсбук они обслуживают, вот, ну, в общем, я считала, считала, хотела равномерку, Лугана классно, но на Лугане получается работа огромная, она мне не поместится, на мой комод, поменьше у них Мурана, к примеру, не было, Белфаст подходит по размеру, но это лен, он очень такой капризный, будет мяться, не подходит на дорожку, в общем, всю голову сломала, то считала, пересчитывала, ну и что, и вернулась к первоначальному варианту, 18-й каунт, вот у меня здесь, это кусок ткани, вот, думала, может мне его подкрасить в желтый цвет, чтобы было поярче, но испугалась, потому что это же будет прикладная, а вдруг потом эти все желтые краски начнут растекаться при стирке, я же буду стирать, ну, как бы, это же будет дорожка, да, вот, поэтому у меня такой процесс, начинаю я эту вышивку именно с этого, как он, как медальон, да, с круга, вышиваю вот этих птичек, а дальше уже буду смотреть, как пойдет, по настроению, по возможностям, нитки я уже заказала, и вот, знаете, что я себе подумала, я буду смотреть, может быть, я сюда встрою тоже где-нибудь золотую ниточку, вот здесь, где желтый цвет, может быть, я пущу золото, думала вышить в бисер, вот здесь, где черные вкрапления, точечки, но, как-то, с практической точки зрения, не знаю, как это все будет выглядеть, и вот птиц я хочу вышить каким-нибудь меланжем, я вот в своей карте смотрела, смотрела, и не очень мне здесь понравились меланжи, ну, это у меня и старая карта, может, уже и новая появилась, поэтому, кто его знает, в общем, я здесь все пересмотрела, и есть здесь вот такие нитки, это у нас, ой, как же они называются, ну, это не мулины, это типа ириса, и вот, ой, не показываю, вот, вот такой вот интересный цвет, нитка плотная, я заказала одну, хочу посмотреть, как она ляжет в крестики, мне кажется, вот если птичек сделать в такой вот, вот таким вот меланжем, интересным, будет прикольно, вот, ну, будем, будем смотреть, а это у нас что? ну, а, перле, нитки перле, правильно, вот, и заказала одну перле, как она будет вышиваться, как она будет вышиваться, как будут ложиться крестики, пока такие у меня идеи, такая задумка, точнее, покажу вам схему, схема здесь ужаснейшая, я не знаю, как я буду вообще, что с ней делать, посмотрите, это раскраска, раскраска по номерам, пожалуйста, вот вам контур, и делайте, что хотите, что хотите, вот, ну, вот я так и начну, оставлю, конечно, себе на бордюр, припуск, и начну вот прям вот снизу, начну вышивать вот этот круг, так как вот это все вышивается черным, черный цвет у меня есть, поэтому, ну, может быть, я и начну уже, да, как бы начну обшивать все это черным, потом, пока нитки придут, я заказала, пока по пять мотков заказала, там, посмотрим, может, еще до закажу, начну вышивать, и вот так потихоньку, потихоньку все это будет зашиваться, ну, видите, работы много здесь, схема меленькая, очень, ох, вот как вот работать с этими схемами, не как просто контур, а потом сидишь, подсматриваешь, ну, в принципе, легко глянул, каким цветом взял, и все это потом зашил, вышиваться должно вот легко, после того, как вышит контур, мне кажется, потом вышиваться будет легко, ну, в общем, это вот такая получается раскраска, можно здесь проявлять свою фантазию, вышивать любыми цветами, кому как нравится, если бы у меня была, к примеру, равномерка, можно было бы сделать мережку, обработать край, ну, посмотрим, как я буду здесь обрабатывать край, может быть, сделаю бордюр, может быть, будет и без бордюра, просто вот эти круги, и дальше я посмотрю, что-то я придумаю, кисточки, бахрому, что-то сделаю, в общем, как-то нужно будет украшать, вот такие у меня здесь задумки, думки, я здесь с этой книгой, каждый вечер сижу, листаю, считаю, ну, вот на сегодняшний день, я пришла к этому дизайну, подготовка у меня началась, ткань у меня есть, мне сегодня нужно будет ее отрезать, обработать края, хотела сразу подшить, но вышивать-то буду, скорее всего, на раме, и с подшивом это все будет уплотняться, будет провисание, придется лаком для ногтей просто пройтись, и уже в последствии, когда буду уже полностью обрабатывать, делать изделие, тогда уже там это все подошьем, что-то сделаем, ну, в общем, работаем много, посмотрите, это она огромная, 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 здесь было у меня 2 метра, потихоньку я ее резала, резала, и вот с одной стороны, там у меня осталось полтора метра, к счастью, и как раз мне хватит на эту дорожку, вот, такие у меня новости, на этой неделе, будем продолжать работать с моими процессами, а на этом у меня все, желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, и всем пока-пока! сегодня воскресенье, 6 февраля, очень теплый, хороший день, у нас, ну, вот к морю мы приехали, у нас здесь почти плюс 18, плюс 17, плюс 18 показывает, у нас, в нашем районе, плюс 15, здесь теплее, солнечная погода, очень большое движение, сначала хотели поехать к другому пляжу, к другому побережью, но там такое было движение, мы развернулись, и приехали в наш любимый райончик, называется Porto Raft, здесь рядом аэродром, и здесь очень хорошая инфраструктура, много кафешек, ресторанчики, пляжи хорошие, ну, конечно, холодно, мы не купаться, ну, походить, подышать, вот, воздухом, купить кофе, очень хочется, вот оно море, красивое, холодное, но красивое, сейчас пляжи выглядят очень пусто и безлюдно, потому что холодно, ну, а летом здесь местечко не найдешь, чтобы полотенце расстелить, будет очень-очень много людей, это такое центральное место, мы идем искать с Костей кафешку, надеемся, хоть что-то будет открыто, потому что мы там, где припарковались, не работают, кафешки не закрыты, ну, потому что сезонное здесь все, так, смотрим, тут тоже все закрыто, как обидно, ну, где-то люди кофе покупали, наверное, где-то кто-то открылся совсем, может быть, только не посидеть, а так раздают, вот здесь убирают, порядок наводят, ничего, не заработали, летом будет здесь все очень красиво, наведут порядок, расставят столы, стулья, лежаки, лепшка мне кафтерия, бай, ладонь, ладонь, море какое красивое, такое цвет, синий, красота, так, непривычно, здесь ходить, людей нет совсем, так, ну, все закрыто, что мы без кофе остались, даже плюшку никакую не купил, не может такого быть, пойдем, все, вижу одну кафешку, все, мы спасены, идем за кофе,